Всем привет, друзья! Старик на связи. Тут какой-то браток в комментариях спрашивал, как делать финты. Я этот коммент не нашел, то ли он его удалил, то ли что. Ну, расскажу для тех, кто будет спрашивать в дальнейшем. Сразу скажу, что сам финты я не использую, за исключением одного из них. Но это даже нельзя назвать полноценным финтом. Это скорее такое обманное движение, когда игрок пропускает мяч себе на ход. И иногда так удается обхитрить защитника и получить преимущество. Как это исполнить? В момент, когда мяч подкатывается к вашему игроку, нужно отпустить все кнопки, а правый стик нажать и удерживать по направлению движения мяча. И тогда ваш игрок пропустит мяч себе на ход, дальше уже можно ускоряться и убегать от защитника. Ну или кто там у вас будет на пути. Этот прием старый, работает далеко не всегда, но иногда все-таки работает, иногда все-таки может быть полезным. Ну и пару слов о финтах. За время игры в Ефутбол я встречал кучу самых разных соперников, самых злых соперников, комментировал турниры, где играли сильные игроки, и кое-какие выводы можно сделать. И вывод такой. Самым часто бы самым эффективным финтом, который я встречал, был финт обводка двойным касанием. Это самый простой финт, но иногда он бывает эффективен, бывает полезен, дает вам получить преимущество. И в принципе, если хотите, можете попробовать его потренировать, потренировать тайминги и научиться его использовать. Быть может, вам это поможет. Чтобы исполнить обводку двойным касанием, правый стик нажмите и держите влево или вправо от того направления, куда смотрит игрок, и при этом нажмите левый стик вперед, то есть в то направление, куда смотрит игрок. К примеру, если игрок смотрит направо, то правый стик нужно нажимать и удерживать вниз или вверх, а левый стик нажать вправо. Если игрок смотрит налево, то правый стик нужно нажать и держать вверх или вниз, а левый стик нажать налево, и так далее. Все остальные финты встречаются крайне-крайне редко, а уж эффективными из них являются, ну, прям, единицы какие-то. Можно вспомнить реально единичные какие-то финты, которые что-то там зарешивали в матчах против меня. Да, это иногда бывает красиво, но результат приносит крайне редко. И, как правило, те, кто хорошо использует финты, и те, кому они приносят какой-то результат, являются уже сильными игроками, лютыми задротами, киберспортсменами, которые, кроме финтов, уже все прекрасно освоили в этой игре, и могут себе позволить потратить время на изучение финтов. Так что, друзья, мой совет, если вы новичок, то не забивайте себе голову ерундой, не пытайтесь там изучать эти финты бесполезные, лучше займитесь делом и прокачивайте важные составляющие игры, а финты уже чуть позже освоите. Ну, а если все-таки дико хочется, то, пожалуйста, изучайте, используйте, применяйте, идите своей дорогой, а меня шлите нахрен. Смотрите также другие гайды на моем канале, подписывайтесь, залетайте на стримы, ставьте лайк. С вами был Старик Боргер, спасибо за внимание.